Друзья, всем привет, Самияков! В сегодняшнем видео я вам расскажу о механике Path of Oxile. В данном видео я затрону только азы. То есть, услышанного в данном видео, я думаю, вам хватит, чтобы уверенно стартовать в данной игре. Но во всяком случае, иметь хоть какое-то понимание, что здесь вообще происходит. Ну что ж, давайте переступим. Для начала хотел бы поговорить о камнях, которые существуют в игре. Это камни умений, а также камни поддержки. Благодаря камням умений мы наносим наш основной урон. Это может быть призыв каких-нибудь прислужников, какие-то отдельные чары, допустим, огня, молнии. Также может быть установка каких-нибудь тотемов. То есть, с помощью данных умений мы будем наносить наш урон. А камни поддержки, они предназначены для того, чтобы увеличивать урон от данного умения, ну или какие-нибудь его специфические свойства. То есть, на каждом отдельном классе я останавливаться не буду. Я вот приведу пример ведьмы. То есть взять, допустим, камень под названием искра. Используя этот камень в нашем предмете, мы будем извергать такие сгустки молнии, которые будут наносить по противникам урон. Существует немного камней, которые могут бафить урон от чар. Как, допустим, камень ускорен в становлении чар. Из названия, как и из описания, в принципе всё понятно. С помощью данного камня, мы будем быстрее прокастовывать наши умения. «Быстрее прокастовываем», значит, быстрее атакуем, значит, противник будет больше получать урона. И вот еще один камушек для примера, Это контролируемое разрушение То есть он у нас полностью отнимает ферратность крита Но мы будем наносить чарами больше урона На 42% Это на моем уровне Вот если мы эти два камня поддержки будем использовать В связке с камнем искрой Мы этим умением будем наносить больше урона Теперь давайте разберемся как их вообще надо использовать Как вы могли заметить В игре существуют предметы с наличием сокетов А эти сокеты могут быть как связаны между собой Так и нет Так вот что полноценно работали эти камни поддержки Вам надо их инкрусировать в те предметы Сокеты которых связаны между собой Вот давайте я сейчас приведу вам пример Допустим с тем же камнем искрой К примеру давайте вот камень искру Инкрусируем в мою Ну что, ну давайте броню Камень ускоренный в сотворении чар Давайте инкрусируем, ну допустим шлем давайте А камень контролируемого разрушения Давайте инкрусируем тоже в броню Но не в связанный сокет Так вот вроде на себе я ношу три камня И два которых призваны увеличивать урон от моей искры Но никакого при этом бафа я получать не буду Потому что ни один из них не связан между собой Во всяком случае с моим главным камнем В данный момент это искра А что полноценно они работали Они должны находиться все три в одной связке То есть в данный момент я с помощью своего умения искра Буду наносить тот урон который этот камень вообще может создавать На своем конечно же уровне А чтобы его бафать надо их все как я уже говорил ввести в одну связку Что нам надо при этом сделать Нам эти камни надо поддержки достать Из тех сокетов которые не связаны между собой И вставить их в связанные сокеты Чтобы достать камни нам надо на них нажать правой кнопкой мыши Они конечно же достаются И мы их уже вставляем в нужную связку Куда их помещать в начало или в конец не столь важно Главное что они между собой связаны А это значит что баф уже будет работать Так вот теперь когда я их поместил все в одну связку С помощью моего умения искра я буду гораздо быстрее атаковать А также наносить больше урона Эти камни это можно сказать такие наши активные умения Также у нас имеются пассивные умения То есть с каждым уровнем у нас добавляется одно очко пассивных навыков И вот их мы должны по уму использовать То есть если вы не знаете как качаться Можно открыть сайт Сайт непосредственно игры И там уже имеется калькулятор умений То есть вы можете посмотреть какое умение вас интересует Кратчайший путь как до него докачаться Также где находятся похожие на него умения Вам этот калькулятор подсветит все похожие умения Если вы внизу поставите галочки конечно же И вы сможете видеть как куда что можно прокачивать Ссылку на данный калькулятор я конечно же помещу под данным видео А сейчас давайте рассмотрим простенький пример То есть как только мы стартуем игру допустим за персонажа ведьма Мы играем за обычную ведьму Когда мы добегаем до третьего акта И выполняем все восхождения микро на предыдущих уровнях У нас открывается лабиринт И пройдя первый лабиринт мы можем уже выбирать узкую направленность Для данного варианта ведьмы подходит направленность маг стихий В игре это конечно откроется только на третьем акте Но с помощью калькулятора мы можем это заранее запланировать Там внутри данного круга мы уже видим какие пассивки мы сможем развивать Когда допустим закрывать будем лабиринты Первый уровень сложность второго, третьего А также еще дополнительные две пассивки после закрытия убер лабиринта Так вот для начала давайте разберемся с нашим умением Как вы помните я использовал камень искры То есть она будет наносить урон от молнии Вот мы достигаем первого уровня и выше и выше и выше И начинаем свои очки раскидывать Первое это урон от чар Второе это тоже урон от чар Как видите урон увеличивается Дальше на распуте вы можете увеличить скорость атаки чар Это все три допустим навыка пассивных Или же урон от чар Я выбираю чисто к примеру урон от чар И следую дальше На пятом уровне я попадаю на пассивочку ладычество оккультиста Она мне тоже увеличивает урон от чар А также поднимаю скорость их сотворения Дальше я двигаюсь выше на шестом уровне и попадаю на пассивку которая будет увеличить урон на стихии Как никак молнии это стихия поэтому урон тоже будет увеличиваться А вот дальше между нами стоит выбор Или мы развиваем огнеход Но нам урон от огня в принципе не надо Или ледоход Нам урон от холода тоже не надо Ну или горзоход То есть тут будет увеличиваться урон от молнии А также подниматься сопротивление к молнии Вот конечно же мы в эту сторону и идем Далее еще поднимаемся на две пассивочки вверх со следующими уровнями И выходим на финишную точку данной линии Это на интеллект Далее мы ищем по нашему дереву пассивных умений Какие еще пассивочки которые будут бафать наш урон от молнии Вот ищем ищем и к примеру вот натыкаемся на пассивочку Которая поднимает урон от холода а также молнии Вот в эту сторону мы и продолжаем дальше развиваться То есть поднимаем интеллект, 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 интеллект и попадаем на эту пассивочку То есть первая нам будет увеличивать урон от молнии на 8% Вторая будет увеличивать урон от молнии на 10% Третья будет увеличивать урон от молнии на 25% А также быстрее будет восстанавливаться на ману Четвертая нам здесь пассивка не нужна, потому что она будет увеличивать урон от холода Холод нас не интересует, это чисто к примеру Далее мы ищем еще какие-нибудь пассивки на этом дереве умений Который будет увеличить или урон от чар Или урон от молнии Или увеличить скорость произносения чар Вот в таком вот духе формируются вообще билды То есть можно использовать различные камни умений Комбинировать их в принципе как угодно Ну конечно же при этом все по уму делать И если при этом грамотно комбинировать Камни умений, камни поддержки, а также пассивки Можно собирать довольно-таки достойные билды С учетом того, что они будут находиться в правильных связках Я имею в виду сами камни Вот это все, что касается камней умений А также пассивок Теперь я с вами хочу поговорить об убежищах А также как их создавать Вот в данный момент я нахожусь в своем убежище Которое я создал, да И мне его создал такой мастер как Эльпидон То есть в игре существует 7 мастеров Это Эльпидон, а также Хаку Они обитают в первом акте Далее это идет Катерина, а также Трона Они обитают во втором акте Потом Фотис, а также кто там еще Вилмор, они обитают в третьем акте А также Мастер Зана Она обитает в третьем акте Именно на последнем уровне сложности И локация называется Лаборатория Вечных Вот там этот мастер и обитает Так вот, чтобы создать убежище Нам надо прокачать любого из этих мастеров до третьего уровня Как только ваш мастер прокачан до третьего уровня Вы к нему подбегаете Нажимаете на кнопочку Создать убежище Ну и соглашаетесь со всеми инструкциями Также эти убежища можно развивать То есть чем выше уровень вашего мастера Который создал ваше убежище Тем больше вы туда можете мастеров пригласить Вот мое данное убежище создал мастер Эльпидон И вот чем выше я его прокачиваю Тем больше я сюда могу мастеров приглашать На третьем уровне, по-моему, сюда можно пригласить всего два мастера На пятом уровне, как видите, у меня уже находится здесь четыре мастера Плюс навали Но она здесь идет, в принципе, скажем так, как бонус дополнительный А уже на седьмом уровне, по-моему, здесь уже могут находиться все семь мастеров Так вот, чтобы увеличить мое убежище И пригласить максимальное количество мастеров Мне надо вот этого мастера, моего Эльпидона Прокачать гораздо больше, чем уровень пати Также каждый из мастеров нам может дать определенные, так называемые, станки То есть, вот, допустим, Фотис Вот мы нажимаем на Фотиса, взять инструмент Он нам может дать верстак То есть мы помещаем себе верстак Берем кнопочку, нажимаем убежище Нажимаем правой кнопкой на наш верстак И помещаем в любую точку нашего убежища Все, верстак у нас непосредственно на нашей карте Мы нажимаем на кнопочку готово Далее подбегаем к заданию Нажимаем те же самые сочетания клавиш Вот помещаем себе предмет Отлично Дальше подбегаем к Вилмору Взять инструмент Выбираем Подбегаем дальше Дальше подбегаем к Эльпидону Взять инструменты Нажимаем Подбегаем дальше Дальше выбираем точку на локации Помещаем один Помещаем второй Помещаем третий И вот помещаем последний, четвертый Всего, как я говорил, семь мастеров Это значит, что 7 верстаков мы можем вообще поместить к себе на карту В данном случае у меня, как видите, находится 4 Чтобы поместить еще 3, я должен взять предметы от 3 еще мастеров Это значит, что 3 мастеров как минимум я должен отсюда попросить удалиться То есть мы подходим к мастеру и нажимаем Так, подождите, нажимаем готово сначала То есть нажимаем на мастера и нажимаем на кнопочку отпустить фочется Соглашаемся и этот мастер отсюда исчезает То есть в любой момент его, как в принципе и любых других, мы можем сюда вернуть А мне надо еще попросить как минимум двоих удалиться Ну давайте попросим мы отсюда уйти в Зану и допустим Вилмора Так, они уходят, все хорошо И нам надо сюда еще пригласить троих Как я говорил, хаку мы берем с первого акта и нажимаем пригласить в убежище Все, он у нас уже там Во втором акте у нас Катерина, мы ее приглашаем в убежище А также Тирона, аналогично мы ее приглашаем тоже в убежище Все, все 3 дополнительных мастера у нас находятся в нашем убежище То есть мы теперь подбегаем к нашему порталу Выбираем вот убежище и переносимся непосредственно туда А вот эти 3 мастера, хаку, Тирона, а также Катерина Подбергаем к хаку, нажимаем взять инструмент Помещаем его к себе То же самое делаем с Тироной, помещаем к себе Да, и с Катериной то же самое Выбираем, ну не знаю, какую-нибудь точку Выбираем наши предметы Вот верстачок Еще один, скажем так, верстак И надгробие Главное не поставьте на себя, а то не сможете двигаться Ну и помещаем вот сюда Все, теперь у нас все, все 7, скажем так, инструментариев есть Мы можем соглашаться, ну и приступать к дальнейшему развитию Все наши предметы, которые существуют в убежище, а также NPC Мы у них можем менять локацию А также, скажем так, не угол, а направленность экзора То есть мы нажимаем на кнопочку менять И вот у нас появляется такое окошко такой переосновки То есть мы можем спокойненько все что угодно двигать Нажимаем, допустим, на наше надгробье Вот левой кнопкой мыши И двигаем, зажав ее вот куда угодно Вот допустим в угол Потом дальше выбираем машину картохода Тоже меняем и так далее, и так далее, и так далее То есть то куда хотим, то туда и ставим Абсолютно все Вот допустим подойдем к нашему мастеру Хаку Выбираем его, допустим поставим сюда А также подтягивая курсор мыши Мы можем направление его взора менять То есть куда ставить все угодно мы можем А также менять направление его взора Когда мы все поставили куда нам надо Мы нажимаем на кнопочку готово Все, перестановка завершена У каждой из этих машин есть свое предназначение Что вот допустим у верстака Что у купели Что у их второй верстак Точильный круг Машина картохода На гробе и так далее У них каждая своя задача Об этих задачах мы поговорим чуть позже Для начала я вам давайте расскажу О ингредиентах, которые вообще падают И для чего они нужны То есть когда мы собираем наши предметы А также продаем их у наших торговцев Нам падают различные сферки Ну или же допустим на первых этапах Вот такие вот свитки Да, обрывки свитка Сразу вам скажу Вот этот вот свиток, да Обрывок этого свитка Вам он вообще не нужен То есть я вам советую попросту выкидывать Ну не знаю, до первого-второго уровня Можете их собирать Чтобы получить вот эти вот свитки мудрости Потому что свитки мудрости Будут помогать распознавать наши предметы Как вообще это все работает То есть вот мы Допустим падает нам предмет Допустим пояс, да Он мне поздно Чтобы его познать Надо правой кнопкой мыши нажать на данный свиток Потом левый нам данный пояс Все, мы его опознали И вот его характеристики То есть вот для этого нам нужны По сути данные свитки А вот эти обрывочки Можно выкидывать Они нам не нужны То есть спокойненько Не собирайте с собой мусор Потому что мусор Не имея допустим дополнительных ячеек Наличие данного мусора Это попросту наша беда Итак, что нам вообще надо носить с собой С собой нам надо Я вам советую носить Только два свитка Ну стопочку из двух свитков Это свиток мудрости А также свиток портала Все остальное место Желательно, чтобы оно было пустым Чтобы вы могли с собой носить Собирать гораздо больше лута Но я думаю, это понятно А все сферы, которые вы будете находить Я вам предлагаю располагать в сундуке Вот допустим, не обязательно в таком порядке Как я вам тут показываю Я расположил именно так Но вы можете что-то похожее сделать у себя Вы могли знать, где у вас какая сфера лежит А главное, что в каком это количестве у вас находится Все эти сферки падают рандомно Из любых противников Также они могут получаться Когда вы будете продавать Некоторые предметы Вашим торговцам Существуют рецепты Я эти рецепты описывал В своем предыдущем видео Так что допустим Пользуясь ими Вы тоже можете покупать Точнее получать в итоге Довольники неплохие сферы Как допустим Ту же сферу хаоса Также кроме сфер Падают в игре Такие сущности То есть Эти сущности Падают из Я даже не знаю Как их назвать Такого скопления Заледенелых тварей То есть Вы к ним подбегаете Активируете их И начинаете их уничтожать А вот когда вы их уничтожаете Со стопроцентной вероятностью Вам падает какая-то сущность Для чего они нам нужны Они нам нужны для крафта То есть Вы допустим Выбираете сущность Допустим И выбираете белый предмет Который вы хотите С помощью нее улучшить Вот допустим У меня есть белая броня Это чисто к примеру И вот мы смотрим На данную сущность Что она сделает С данной броней Вот мы ищем Ищем броню И вот видим Что к броне Она добавляет Уличение энергетического щита Это один из бонусов А остальные бонусы Будут рандомные То есть Мы вот выбираем Эту сущность Нажимаем на нее Правой кнопкой мыши И нажимаем На нашу броню Левой Все Как видите У нас тут появилось На 25 единиц Уличается запас Энергетического щита Да И вот она у нас Стала желтая А далее Мы уже можем использовать Что наши все сферки Для преобразования Данного предмета Что наши машины Которые существуют В нашем убежище Давайте допустим Рассмотрим вариант Вот с деталью доспеха То есть Эта деталь Кодан повышает Качество моего доспеха То есть Смотрите Мы имеем Вот сколько Вот 94 единицы Энергетического щита Да И вот мы нажимаем На наш доспех Деталь доспеха Про кнопку мыши И щелкаем По нашему Нашей броне Как видите Энергетический щит Поднялся На одну единицу А также Примету добавилось Дополнительное качество Максимальный процент На какой я могу Поднять качество Предмета Равняется 27 Это что Поднять предмет На 20% Да Качество его Я должен использовать 20 таких вот камушков Это что касается Редких желтых предметов Было бы эффективнее Если бы это качество Предмета Поднял бы Броне Когда она была Обычная То есть белая На том этапе С помощью данных камней Качество поднимается По плюс 5% То есть Тогда было бы Это гораздо эффективнее Я бы потратил Меньше камней То есть Потратил бы Сколько там 4 А так Придется потратить 20 Вот такое КПД Далее у нас идет Точильный камень С помощью него Мы можем поднимать Качество Нашего оружия Вот допустим Лук Он у меня имеет Качество Плюс 2% Делаем следующее действие Правой кнопкой На точильный камень Ну и конечно же Левой кнопкой На наш лук Качество было 2 Теперь стало 4% С помощью сферы перемен Мы можем менять Свойства У магических предметов То есть синих Вот у меня допустим Имеется синий лук Вот какие у нас Свойства есть Плюс 9 Здоровье за убийство Мы нажимаем правой кнопкой На эту сферку И левый на наш лук Как видите Свойства поменялось Дальше идет Сфера превращения С помощью данной сферы Мы можем сделать Из обычного предмета То есть белого Синий То есть магический Так Белых предметов нету Давайте подойдем К нашему Скажем так Мастеру Что у него есть Белое Белое Хоть что-нибудь А есть Так у тебя нету Давайте подойдем Ну кому К навале Может быть У тебя вообще нету Липидон Выручишь меня Интересно И у липидона нету Ребята У кого у вас что-нибудь есть Или придется В первый акт идти Хо-хо-хо-хо Давайте прогуляемся В какой-нибудь акт Давайте для начала Первый Чтобы мы Смотрим Как раз Так 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 Спокойно Не лагаем Вот у нас Есть белый Жезл Да Вот мы его покупаем Подходим к нашему сундуку Где он находится здесь По-моему Да Выбираем нашу сферку Правой кнопкой на нее Левый на наш Жезл Все Он превращается в магический И получает новое свойство Следующая сферка Это алхимия То есть она обычный предмет Улучшает до редкого То есть белый Превращает в желтый Я пример Преводить не буду Пример в принципе Такой же Что со сферой превращения Просто эта сферка За эту сферку Можно кое-что и купить Немного Но она стоит Каких-никаких денег Я думаю Расходовать ее Я не буду Но думаю Смысл понятен С помощью сферы усиления Мы можем случайным образом Менять свойства У магических То есть синих предметов Сфера удачи Из обычного белого предмета Можешь создать нам Абсолютно любые Что магический Синий Что редкий Желтый Что уникальный Конечно же Шанс получить уникальный предмет Гораздо-гораздо ниже Чем получить тоже Магический Или редкий С помощью цветной сферы Мы можем менять Цвет гнезд Который существует У наших предметов Вот допустим Наш лук У него есть Четыре зеленых Один синий И один красный Мы нажимаем На нашу сферу Правого внука мыши Левую по луку Как видите Цвета поменялись И теперь они Все шесть зеленых С помощью призмы Камнереза Мы можем повышать Качество наших камней То есть камней Иллюминий Или поддержки Принцип не столь важно То есть как только Мы применяем Камнерез К нашему камню Качество его Поднимается на Один процент Тут есть такой Небольшой рецептик То есть если мы качаем Наш камень До двадцатого Максимального уровня И применяем К нему камень Все равно будет Плюсоваться нам Один процент качества Но если мы берем Допустим Наш камень Призму камнереза Допустим Одну единичку И продаем Любому торговцу Абсолютно любому Наш камень А также Нашу призму То наш камень Уже становится Качество двадцатого Но становится Первого уровня То есть нам его надо будет Заново прокачивать До двадцатого уровня Но это того стоит Потому что Допустим У нас может быть Огромное количество камней Что умений Что поддержки И на каждый камень Потратить По двадцать призм Это в принципе Дорого стоит Так что лучше Его так сбросить Можно сказать Обнулить Да И прокачать заново Это будет и быстрее И гораздо дешевле Для вас Резец картографа Повышает качество Нашей карты Вот перед нами Находится карта Она у нас Допустим Третьего уровня То есть мы Используем наш резец Применяем Любок нашей карте И качество Повышается На пять процентов То есть мы Повышаем качество И видите Появляется бонус То есть количество Предметов Которые будут Дропаться С данной карты Будут увеличиваться На пять процентов Стекольная масса Будет повышать Качество флакона Ну допустим Вот мои пять флаконов Да Давайте вот допустим Выберем Вот этот У него качество Десть процентов То есть мы Нажимаем на нашу массу Правой кнопки мыши По нашему флакон и щелкаем, и он у нас уже превращается в флакон 11-го качества. Сфера Золота Кузнеца будет изменять количество гнезд на нашем предмете. То есть мы, допустим, нашли какой-то предмет, в котором существует один сокет, но это тот предмет, который нам надо, но нам надо, допустим, к примеру, это броня, да, там есть один сокет, а нам надо, чтобы было там 6. То есть мы будем использовать эту сферку до тех пор, пока там не появится 6 сокетов. Нажимаем, конечно, у него правая кнопка мыши, и левый на наш предмет, пока там не появится 6, 3, 2, ну сколько там надо сокетов. Сфера соединения устанавливает связи между этими сокетами. Вот давайте посмотрим, допустим, на броню. То есть в этой броне существует 6 сокетов, да, но всего 5 соединений. Так вот, чтобы получить мою, точнее мне получить шестую, то есть шестой соединений, да, мне надо к этой броне использовать данную сферу. Но это не значит, что после первого использования у меня появится шестое соединение. У меня может появиться два соединения, или три. В общем, полностью, одним словом, рандом. То есть нам надо будет потратить, может быть, с первого раза получится, а может быть, даже с сотого и не получится. Как повезет, одним словом. С помощью сфер цареи мы наш магический предмет синий улучшаем до редкого, то есть до желтого. Сфера очищения удаляет все свойства нашего предмета. Благодатная сфера меняет количество свойств наших предметов. Сфера вала будет осквернять наши предметы. То есть, когда мы оскверняем предмет, мы можем получить у него дополнительную уникальное свойство. Оскверняя камень, что поддержки, что, допустим, умения, мы можем поднять его качество. То есть, ну, для качества предметов эта сфера работает по-разному. Сфера хаоса будет наделять новыми свойствами желтой предметой. Сфера раскаяния будет возвращать нам одно очко пассивного умения. То есть, вот в нашем дереве, да, если посмотрите, есть у меня очко сброса 21. Так вот, если я использую данную сферу, у меня будет не 21 очко, а 22. Далее идут такие осколочки, как Тула, Улнетол, Ксофа, а также Иш. То есть, эти осколки падают из разломов. И когда мы насобираем каждого из осколков 100 штук, нам будет создаваться камень разлома. Когда мы в этот камень, точнее, этот камень создадим, мы непосредственно попадаем в этот разлом, где нас будет ждать битва с определенными боссами. Также, как я уже говорил выше, мы можем использовать абсолютно все наши машинки, которые существуют в нашем уже убежище. То есть, давайте вот побежим, переположим к верстаку. Возьмем на жезл и помещаем его в определенный слот. И вот тут есть список действий, которые мы можем применить к данному жезлу. Ну, допустим, какой вот. Допустим, вот это, да, с помощью четырех сфер цветных, да, мы можем сделать хотя бы одно гнездо у данного жезла красное. То есть, тут может быть, получится три гнезда красных. Может получиться одно красное и два зеленых. Но что одно красное, это будет точно. И так далее, и так далее, и так далее. Вот список, который список действий, который вообще мы можем сделать с помощью данного верстачка. В общем, вот такие операции можно сделать с данным верстаком. Другие я машинки не буду описывать. Если вам интересно, сами каждый из них подойдете и посмотрите, что они вообще могут делать. Просто не будем тратить время. Смысл, я думаю, вам понятен. Далее в игре падают гональные карты. Вот так они выглядят, да. И вот когда мы, допустим, собираем вот такого типа девять карточек, мы получаем предмет, такой живой побег, да. Вот, допустим, когда мы получаем, собираем три такие карточки, мы получаем сорок свитков мудрости. А когда собираем восемь таких карточек, мы получаем сферу хаоса. Вот, в принципе, как вы видите, вот два комплекта я собрал. Давайте мы эти два предмета и получим. То есть, чтобы нам эти предметы получить, нам надо отправиться в четвертый акт. Далее отправляемся на запад. И вот у нас находится такой мудрец Тасуни, да, к нему подбегаем, да, и нажимаем на кнопочку «Обменять с гадальной картой». Сначала эту помещаем, нажимаем «Обменять». Вот у нас получается сорок свитков мудрости, да. Далее ложим второй комплект, нажимаем «Обменять», и у нас получается сфера хаоса. Перемещаем в себе к инвентарю, точнее в инвентарь. Все, операция проведена. Также в игре падают самосветы, что магические, допустим, что редкие, а также уникальные. Эти самосветы можно использовать непосредственно в нашем древе пассивных умений. То есть, мы, допустим, открываем наше дерево, и вот, допустим, существует вот лечеечка, да, гнездо для самосвета. В данное гнездо я самосвет повестить не могу. Чтобы туда поместить, я должен прокачать это гнездышко. То есть, когда я понимаю, допустим, свой уровень на 1, у меня появляется одно очко. И вот, чтобы активировать данный слот, я одно очко должен сюда потратить. Есть некоторые билды, которые завязаны не в основном, но основа данного билда заключается в том, чтобы эти камни вставлять непосредственно в данное гнезда. То есть, если они вам нужны, конечно же, надо вставлять. Если не нужны, не вставляйте. Но эти камни довольно-таки неплохо усиливают определенные умения. Также в игре дропаются карты. Вот карта пустыни первого уровня, да. Всего таких уровней 16. На 16 уровне сложность максимальная. Чтобы использовать нам эту карту, мы должны подойти к машине картоходца и поместить в слот данную карту. Нажимаем включить, и у нас открываются наши порталы непосредственно на эту карту. Мы входим в любой из этих порталов, ну и приступаем к нашим боевым действиям. Как я уже говорил, высшее качество карты мы можем поднимать. И чем выше качество карты, тем больше лута мы, допустим, можем оттуда вынести. В конце карты нас будет ждать битва с боссом. Ну и в принципе все. Сейчас я хотел бы вам рассказать, как продуктивнее качаться в игре. То есть для начала нам надо пройти все 4 акта на всех 3 сложностях. Особо на этих уровнях не задерживайтесь, как можно быстрее попадите в последний 4 акт 3 уровня сложности. А как только вы туда попадаете, мой вам совет качаться на локации Высохшее озеро. И на этой локации идет огромное количество опыта. В принципе на ней можно качаться до 80-го, там 82-го уровня. В основном все качаются там, потому что экспы там идет огромное количество. Как экспы, так и лута. А уже после 82-го уровня, когда вы прокачали все ваши камни, нашли все нужные для вас предметы с нужным количеством сокетов, а также соединений, вы можете, допустим, переходить уже непосредственно к картам. Но если вы хотите поднять побыстрее свой опыт, лучше, конечно, качаться здесь. Естественно, это не обязательно, но здесь быстрее и безопаснее. Почему безопаснее? Потому что после каждой смерти у вас будет забираться 10% получаемого опыта. Ну, в общем, выбор за вами. Также я хотел бы вам рассказать о системе фильтрации напоследок, которая существует в игре. Есть в игре внутренний фильтр, который подсвечивает лут определенным цветом, определенным качеством, а самое главное еще с дополнительным звуком, который является наиболее продуктивным для нас. А весь основной лут, который является по сути мусором для нас, он попросту делает невидимым для нашего взора. Но в любом случае этот лут можно увидеть, когда мы нажмем, допустим, кнопочку Alt. Как, допустим, надо настроить данный фильтр. То есть внутренний фильтр, который существует в игре, его можно выбрать по умолчанию. То есть нам надо войти в настройку игры, выбрать рубрику интерфейс и промотать бегунок с самой низ данного меню. Там в строке фильтр нам надо выбрать фильтр. Будет стоять нет, а вы можете выбрать Default, то есть по умолчанию. У меня стоит фильтр, который я скачал с форума игры. Мне он очень понравился, потому что он подсвечивает все нужные предметы, которые мне нужны. Что предметы, что сферы, что карты. Во всяком случае, все, что надо для нас. Ссылку на список фильтров я помещу в описании под данным видео. Так что вы можете перейти по ней и скачать нужный для вас. Самое главное, посмотрите, куда этот фильтр надо потом копировать. Потому что вам надо его копировать не павку с игрой, а по сути в мои документы. То есть приблизительный путь будет выглядеть следующим образом. То есть вы перемещаетесь на тот диск, на котором у вас установлен видус. Ну по умолчанию, допустим, это диск C. Выбираете вашего пользователя, входите в мои документы. Там будет находиться папочка My Games. В ней будет находиться папка Path of Exile. Вы в нее заходите и прямо в корень кидаете данный фильтр. У него будет какое-то название с разрешением фильтр. Затем переключаетесь в игру, опять-таки открываете настройки интерфейс. Выбираете вашу рубрику фильтр и там будет как раз и находиться ваш фильтр, которого вы скачали и установили. Все, его активируете, применяете и все, наслаждаетесь. Потому что поверьте, если вы играете на карте, где очень высокое качество и большой шанс дропа лута различного. Если при этом вокруг вас носится огромное количество противников, то из них может насыпать огромное количество лута. И 90% из них будет попросту вам не нужное. И когда вы это все подсветите, допустим нажав Alt или активировав кнопку Z по умолчанию, у вас попросту разбегутся глаза. И вы будете не знать, что вам надо, что вам не надо и будете собирать все подряд, при этом тратив время. А вот с помощью данных фильтров весь этот мусор попросту будет отсекаться. И скипов его, вы попросту не будете тратить время, а подбирать только будете то, что вам действительно надо. Так что вот вам мой добрый совет. Лучше этот фильтр установить. Но на этом моменте я свое видео буду заканчивать и я надеюсь оно было для вас полезным. Во всяком случае я буду рад, если оно вам поможет разобраться хоть чуть-чуть в данной игре. Потому что игра с нее в принципе интересна, если при этом разобраться в ней. Так как открывает она довольно-таки неплохие возможности. То, что я вам рассказал в принципе должно хватить, ну, для небольшого понимания данной игры. Потому что если рассказать все, тут надо видео делать не на один час. И мое мнение, что данной информации должно хватить. А если вам игра понравится, то можете копать в губже, уже непосредственно искав информацию самим. Если будут какие-то замечания или дополнения, конечно же, пишите в комментариях под видео. Я же с вами прощаюсь и желаю удачи во своей непое. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.